Продолжение следует... Глава Роскосмоса объявила постановки на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат», прошедшего всего два испытания, одно из которых было неудачным. Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос по поводу расследования в отношении генерала Сергея Суровикина. Также сегодня. Как правило, вообще все мои картины построены вот на пространственном характере, пространственном смысле. Вот именно пространство, допустим, нашей жизни, пространство искусства, пространство свободы и несвободы, социальное пространство. В этом противостоянии и в этом смысл. Исполнилось 90 лет всемирно известному художнику Эрику Булатову. Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану не удалось договориться на вчерашней встрече в Сочи о продлении так называемой зерновой сделки, предусматривающей создание условий для экспорта украинского зерна. Отказ России от этой сделки ведет к повышению цен на зерно на мировом рынке и ставит под угрозу голодной смерти десятки миллионов людей. Кремль настаивает, что морской транспортный коридор, предусмотренный для судов, перевозящих зерно, используется Украиной в военных целях, что большая часть украинского зерна оказывается в результате в странах Запада, а не в беднейших странах мира. В целом, никто особенно и не ожидал, что Эрдоган добьется в Сочи возобновления зерновой сделки. Уж больно отчетливо и до этой встречи Путин давал понять, что на это не пойдет. А на итоговой пресс-конференции заявил, что западные страны его надули, причем не в первый раз. Вот фрагмент этого заявления. Сделка была, подошла к концу, а никаких обязательств в отношении России исполнено не было. Нас попросили продлить ее, наше участие в ней попросили продлить. Опять же, с обещанием немедленно все исполнили. Мы продлили. Опять ничего никто не сделал. Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства. И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. О чем Владимир Путин не упомянул на совместной с президентом Турции пресс-конференции, так это о том, что буквально накануне встречи на высшем уровне в Сочи Россия усилила удары по портовой инфраструктуре Украины, которая как раз используется для экспорта украинского зерна. Причем речь идет и о морских портах, и о портах на Дунае, по которому до недавнего времени из Украины могли следовать транспортные суда. Ну и, разумеется, Путин не говорил о том, что вся эта ситуация, имеющая глобальные последствия, результат агрессии России против Украины, продолжающейся уже более полутора лет. Зато об этом говорил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стана. Наши общие ожидания заключаются в том, что Россия как минимум вернется к зерновой сделке, а главное ожидание, что Россия прекратит свою незаконную агрессию против Украины, частью которой являются блокады Черного моря и удары по инфраструктуре для экспорта украинского зерна. Прошлой ночью Россия снова атаковала Одессу и Днепропетровскую область, нацеливаясь непосредственно на мощности, используемые для экспорта украинского зерна. Это еще раз демонстрирует, что действия России ухудшают ситуацию с глобальными ценами на продовольствие и глобальный продовольственный кризис, ставя под угрозу миллионы уязвимых людей во всем мире. Заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стана. Еще одна важнейшая деталь. Порты в Украине, по которым наносят удары Россия, находятся в непосредственной близости от границы с Румынией, государством-членом НАТО, защищенным статьей устава Североатлантического Союза, согласно которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на весь альянс. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть неоспоримые доказательства того, что российские беспилотники типа Шахет упали на румынской территории. Тем не менее, официальный бухарест это отрицает, явно избегая конфронтации с Москвой. В пресс-релизе МИД Румынии отмечается, что использованные Россией средства нападения ни разу не создавали для Румынии прямых военных угроз. Тем не менее, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара убежден, что такие случаи необходимо документировать. В свое время, в 2014-2015 году, мы делали ошибки, наше политическое руководство, когда не фиксировало факты, такие, как они есть. Вы прекрасно помните, когда представляли конфликт на Донбассе, как, ну, собственно, какой-то там вариант гражданского противостояния, и все эти минские соглашения были написаны таким же способом. А в 2022 году оказалось, да, что, собственно, как бы, это было абсолютно все неправильно. То есть надо все фиксировать, даже если каких-то политических, правовых последствий нет в ближайшее время. Это чрезвычайно важный момент. Вы знаете, ООН не может остановить войну, но если мы не будем апеллировать, если не будем предоставлять доказательства, которые будут ложиться в отчеты и другие важные документы, то вот этот трек-рекорд, то есть все эти преступления, которые каждый день совершает русский рейх, они, как бы, тогда будут просто-напросто вне горизонта. То есть я считаю, что это абсолютно правильно. Наш министр иностранных дел достаточно дипломатично объяснил, почему, по его мнению, румыны таким образом ответили, но не замечать и игнорировать такие вещи будет неправильно. Потому что следующий удар будет целенаправленный как проверка и состояние румынских ПВО или там польских и так далее, и как проверка политической воли. И дальше самое главное, что Россия не может выиграть эту войну на территории Украины, и она будет пытаться сделать провокации в отношении стран НАТО. Естественно, русские не хотят воевать с НАТО, они прекрасно понимают, что если с Украиной не могут справиться, то с блоком таким, который, ну, собственно, уже достаточно хорошо подготовился, у них шансов нет. Но создать провокацию для того, чтобы, ну, вы же прекрасно помните желание Путина на Ялту 2.0. То есть надо новый мировой порядок, по крайней мере, и в Европе. Второй момент – это то, что русские чрезвычайно часто повторяют Карибский кризис. То есть они хотят эскалировать до такой ситуации, когда у нас нет уже возможности дальше отвечать, мы готовы задействовать ядерное оружие. Поэтому давайте будем договариваться, Украина – это серая зона, то, что мы там откусили незаконно Крым и четыре области – это российские. А дальше, значит, будем деэскалировать и договариваться о тех силах и средствах, которые находятся в Европе и так далее. Украиной все это не закончится. И что, скажем, в их воспаленных мозгах надо идти дальше, надо устанавливать правила, поскольку Россия не может не быть великим государством. У них есть ресурсы, прежде всего ядерное оружие, потому что по другим ресурсам они, естественно, проигрывают. Поэтому это не последняя эскалация. Сейчас, похоже, это случайно, но будут и специальные. Говорил украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В России приезд Эрдогана в Сочи подавался как дипломатическая победа Кремля. Мол, президент Турции хотел, чтобы Путин приехал в Анкару, но был вынужден приехать в Россию. Однако немало экспертов говорят о том, что Путин сейчас изо всех сил старается избегать международных поездок. И не только из-за ордера Международного уголовного суда на его арест. Путин не был на саммите БРИКС, не поедет на саммит Большой двадцатки в Индии. Опять возникла неопределенность вокруг анонсированной вроде бы его поездки в Китай в октябре. Дипломатии в целом, конечно, присущи обтекаемые формулировки, обход острых углов. Но иногда, что называется вольно или невольно, прорывается правда, в том числе и о международной репутации Владимира Путина. Так, на конференции по безопасности в Словении премьер Албании Эдди Рама во время пленарного заседания рассказал анекдот про Путина. Очень свежий, потому что в нем упоминается и Евгений Пригожин. В России захотели ввести единый часовой пояс, потому что разница между разными частями страны целых девять часов. Премьер-министр идет к Путину и говорит, есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпиню, чтобы поздравить его с Новым Годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год. А Путин ему отвечает, да, такое случилось и со мной. Я позвонил семье Пригожину, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел. Анекдот про Владимира Путина в исполнении премьера Албании Эдди Рамы. Кстати, аккурат после того, как разговоры про гибель Пригожина и его окружение поутихли, в социальных сетях появилась фотография бывшего командующего российской группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина, пропавшего из публичного пространства после Пригожинского мятежа в конце июня. Первый эту фотографию опубликовала Ксения Собчак. Ходили слухи, что Суровикин знал про планы Пригожина, но не сообщил о них, и его задержали по подозрению в государственной измене. Журналистка Франц Пресс сегодня попыталась задать вопрос о судьбе Суровикина пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Диалог получился короткий. Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно ли задать этот вопрос вам? Известно ли вам что-то сейчас о том, что с ним происходит? Хорошо, спасибо большое. Вы слушаете информационный дайджест «Премия свободы». Сегодня вторник, 5 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Уже упомянутой мной пресс-конференцией с Эрдоганом Путин заговорил и о ситуации на фронте в Украине. Его заявление прозвучало довольно однозначно. Вот что он сказал. Про буксовки и контрнаступление. Это не про буксовку, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Это был Владимир Путин. И сразу после пресс-конференции это заявление попросили прокомментировать и министра обороны Сергея Шойгу. Шойгу заявил, что согласен с Путиным и сообщил о потерях, по его данным, бронетехники ВСУ за последние сутки. Потери большие. Вчера, в результате такой серьезной атаки на крае сработинского направления, они потеряли шесть танков. На другом направлении, на бахнутые там наши ребята. Это очень искусные, я бы так сказал, беспилотными аппаратами, новые беспилотные аппараты. Уничтожили еще шесть машин. Поэтому вчерашний день только в украинской технике 11. Это был Сергей Шойгу. Вы, наверное, обратили внимание, что при сложении шести и шести у министра обороны России получилось почему-то 11. Это можно, конечно, списать на то, что Шойгу торопился. Но оговорка именно по поводу потерь украинской армии получилась очень символичной. По сети разошлось огромное количество мимов. Отстающие по математике увидели перед собой широко раскрывшиеся двери социальных лифтов. Это одна из шуток по этому поводу. Ну, простите мне, это ироничное отступление. Если серьезно, то слова про провал украинского контрнаступления Владимир Путин произнес вскоре после сообщений западных средств массовой информации о прорыве первой линии обороны российских войск в Запорожье. Я обратился за комментарием к независимому военно-политическому эксперту Юрию Федорову. Владимир Путин после встречи с Эрдоганом говорит о провале украинского наступления. Потом выступает Шойгу, который называет цифры потерь в украинской армии. Как можно оценивать вот такие слова? Я думаю, что их можно оценивать либо как wishful thinking, но это слишком мягкая формулировка, то есть когда люди выдают желаемое за действительное. Если говорить более резко и жестко, то это очевидный бред. Опять же, такой бред типа wishful thinking, но уже имеющий определенную патологию. Что касается Шойгу, то, как я понимаю, он докладывает Путину и говорит публично. Вещи, не имеющие отношения к реальному положению дел на фронте. Но это, в общем, привычный и давно уже устоявшийся образ действий. Реальность совершенно другая. Говорить о провале наступления вооруженных сил Украины на основании нет. Судьба этого наступления, решающий участок фронта, это наступление из-под Орехова на Токмак. Иногда это называют мелитопольским направлением, но я думаю, что сегодня более справедливо назвать его направлением на Токмак, потому что Токмак – это реалистическая цель наступления. А мелитополь – это гораздо более сложная, гораздо более амбициозная задача для вооруженных сил Украины. Ну, и я думаю, что все-таки можно говорить о том, что до наступления распутятся. Осенние распутятся – это конец октября, начало ноября. Вооруженные силы Украины смогут подойти к этому городу. И главное – к крупному железнодорожному узлу стратегического назначения, я имею в виду Токмак, подойти и либо его окружить, либо его взять, вынудив российские войска отступить, либо просто окружить и взять под то, что называется огневой контроль. Не столько сам город, город не суть важен, но важен железнодорожный узел. Тогда логистика российских войск, линии снабжения будут нарушены, останется, собственно, только одна железнодорожная линия, которая идет через Терченский мост. Значит, это будет успех стратегического значения. Пойдут в треугольники работная Новопрокоповка-Вербова. Сами эти названия населенных пунктов уже свидетельствуют о том, что за неделю вооруженные силы Украины существенно продвинулись, прорвали, но это видно на картах, в том числе на картах, подготовленных независимыми исследовательскими центрами, типа института исследований войн. Хорошо вам знакомому и любимому, который регулярно и ежедневно сообщает нам о ситуации на фронтах. Так вот, понятно, что вооруженные силы Украины прошли через минные поля, это огромный успех. Прорвали первую линию российской обороны, это еще один успех, и ведут бои на второй линии обороны. Ну вот, если в течение ближайших недель смогут прорвать эту вторую линию обороны, дальше уже практически никаких серьезных препятствий для движения ТАКМАК у них не будет. Вот примерно такая ситуация. В конце прошлой недели были официальные сообщения о том, что на боевое дежурство в России поставлен ракетный комплекс «Сармат». Может ли вот этот шаг как-то повлиять на ход войны в Украине? Вообще, насколько это серьезный шаг, если говорить с точки зрения укрепления российской армии? Да, действительно, такие сообщения были. Было сообщение Юрия Борисова, это руководитель Роскосмоса. Роскосмос – это государственная корпорация, я сразу об этом говорю, потому что тут возникают вопросы, а почему, собственно, Роскосмос говорит от имени всей ракетной отрасли. Так вот, Роскосмос включает в себя не только управление космическими полетами, их обеспечение, но и включает в себя все производственные предприятия, которые связаны с ракетостроением. С точки зрения наступления и ситуации в Украине, ну, практически этой прямой связи никакой нет, потому что «Сармат» – стратегическое оружие, предназначенное для ударов по Соединенным Штатам. Это ракета, которая должна заменить ракету, известную под названием «Сатана», она же СС-18. Это ракета, которая выслужила давно уже все возможные сроки, гарантийные сроки эксплуатации, и ее снимают с вооружения и утилизируют. Значит, на их место должен был быть произведен «Сармат». По сути дела, это в технологическом и техническом отношении, это реплика этой самой «Сатаны». Ракета поставлена на боевое дежурство после одного успешного и одного неуспешного испытания. Это чудовищная вещь с точки зрения всех технических требований. Это грубейшее нарушение всех норм, принципов, правил, чего угодно, принятие и постановки на боевое дежурство тех или иных видов вооружения. Но для сравнения можно сказать, что ракета «Сатана», та самая, которую заменяет «Сармат», перед тем, как ее принять на вооружение, то есть тот самый первый вариант, потом были произведены дополнительные испытания, так вот, было произведено 19 испытаний, из которых 17 были успешными. Причем эти успешные испытания должны следовать одно за другим. «Сармат» поставлен на боевое дежурство, повторяю, после одного успешного и одного неуспешного испытания. Причем неуспешное испытание было вторым. Это значит, что ракета не доделана. Неизвестно, как она себя поведет, если будет дана команда на запуск двигателя. Она может взорваться в шахте, она может полететь либо туда, но может полететь и не туда, куда ее нацеливают. В общем, ее поведение совершенно непредсказуемо. Но вот это и есть технический авантюризм. Тут ничего другого не придумаешь». Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 90 лет Эрику Булатову, одному из самых известных в мире художников российского происхождения. Булатов родился в Свердловске, в Советском Союзе, окончил институт имени Сурикова в Москве. Много лет после обвинений в формализме в искусстве основным заработком для него были иллюстрации для детских книг, прежде всего сказок. Многим из тех, кому сейчас за 40, эти иллюстрации хорошо знакомы. Уже больше 50 лет Эрик Булатов работает с плакатным текстом. Его характерный и узнаваемый метод – столкновение такого текста, выхваченного из контекста советской действительности, с фигуративной, чаще всего пейзажной, заимствованной из массовой печати составляющей. И это принесло Булатову огромный успех. Тем, кого интересует магия арт-рынка, справочники сообщают впечатляющие цифры. Картина «Советский космос» на аукционе «Сотбис» ушла за полтора миллиона долларов. Не прислоняться и слава КПСС. Были проданы за два миллиона каждая. Революция, перестройка за миллион. 30 лет назад, в 1989 году, Эрик Булатов покинул СССР, недолго жил в Нью-Йорке. В 1992-м переехал в Париж. Он часто бывает в Москве. Около пяти лет назад мой коллега Дмитрий Волчек записал интервью с Эриком Булатовым, когда художник представлял в Бельгии свой цикл «Формула самозащиты». Я думаю, что молодым людям сейчас уже не объяснить, в чем дело. Потому что, с одной стороны, там было написано «Слава КПСС», не «Долой КПСС», а «Слава». А с другой стороны, они воспринимались, естественно, как подрывные какие-то, возмутительные и запрещенные. Что тогда было этим нонконформизмом и почему ваши работы были подпольными фактически? Как вот сегодня это объяснить? На самом деле, мои работы абсолютно тогда не воспринимались, не понимались. Понималось это именно так, что вот, да, вот «Слава КПСС», казалось бы, это совсем советское, а почему-то запрещенное. Значит, по-видимому, здесь есть какая-то ирония, здесь какая-то... Что-то здесь такое есть вот... А что? Непонятно, что там никакой иронии нет. Когда смотришь, это нормальный, обычный плакат. На самом деле, для меня единственным смыслом этой всей работы было именно... Как ни странно со стороны это слышать, но для меня единственным смыслом был именно пространственный характер этих двух элементов – неба и букв. С одной стороны, красные такие агрессивные буквы. Формально они написаны по небу. И именно это мне сразу предъявлялось вину нашими прогрессивными, как бы, ребятами тогда. Как ты мог по нашему русскому небу написать эти страшные буквы? Но дело было в том, что я-то старался там всячески показать, что буквы не приклеены, не прилипли к небу, не привязаны к нему, а между ними есть расстояние. И расстояние большое. То есть они совершенно отдельно существуют друг от друга. И вот если человек это видит, это не увидеть нельзя, потому что там действительно это сделано. То есть они не прилипают друг к другу, это точно. Если это просто обратить внимание, тут уже ни ума не надо, ничего. Здесь только внимание, что глаз-то ваш показывает, что они существуют отдельно. А раз они существуют отдельно, то у каждого из них своя жизнь. Там и облака идут, здесь буквы неподвижно стоят, они владеют как бы всем этим миром, они прямо на нас набрасываются. Но по ту сторону, за спиной у них, там другое пространство. И они не пускают нас туда. Они закрывают от нас это небо. И в этом всё дело. Это очень простая вещь. Но вот это никому почему-то не было. А здесь, за границей, это гораздо легче воспринималось. Как правило, вообще все мои картины построены вот на пространственном характере. В пространственном смысле. Вот именно пространство, допустим, в нашей жизни, пространство искусства, пространство свободы и несвободы, социальное пространство. В этом противостоянии, в этом смысл. И если зритель, просто как наш русский, он просто читает, не смотрит, он читает. А, это политический плакат. Ну, понятно, пошёл дальше. А если он смотрит, а не читает, то он видит, что-то здесь такое непонятное. Они начинают жить сначала. А потом можно перевести. Уже как-то это легче. Так что, понимаете, такое недоразумение с моими картинами. Считаете ли вы себя причастным к поп-арту? И кто из художников этого направления вам до сих пор интересен? Ну, мне очень вообще интересно это направление. Безусловно, но никак себя к художникам поп-арта я не могу присислить, потому что у меня прямо противоположные взгляды на этот полукультурный мир, который, собственно, поп-арт нам навязывает как единственный реальный. Тираж как Господа Бога и всё это для меня это всё не годится никак. Но что мне очень важно было в поп-арте, это то, что, во-первых, они всё-таки обратили внимание на целый круг очень важных явлений, которые просто не допускались как бы в искусство, в культуру, как что-то низменное, такое не стоящее внимания. А тем не менее, они окружают нас и на наше сознание сильно влияют. Поэтому это очень важное было дело, то, что они это сделали. Во-первых. Во-вторых, для меня тоже очень было важно, что они не стесняются себя, они не стараются придерживаться таких эстетических нормативов обязательных. Они как бы плевать на них даже хотят. А я вот так вот считаю, я так думаю. Это мой голос, да. Он, может быть, вам не нравится, он, может быть, недостаточно культурный. Ну, ничего, я на нём скажу. Вот как раз, ну, вот очень важно, что надо не стесняться себя, своего голоса, не говорить от имени какого-то возвышенного, идеального источника этого голоса, да. То есть не подставлять на своё место Господа Бога и прочее. Вот это важно. У них это было. И тогда вот, в советское время, как раз нам этого очень не хватало. Мы себя стеснялись ужасно. Мы знали, что всё у нас не настоящее. Культура была до революции. Искусство, может быть, на Западе есть, но у нас уже вот точно настоящего давно нет. То есть ничего нет, язык не настоящий, всё неправильное. И вот, собственно говоря, для меня вот это было очень важно, что у меня союзник как бы тут есть, что нет, а мне плевать. Какой есть язык, вот я на этом языке и скажу. И скажу, может быть, не хуже, в конце концов. С художником Эриком Булатовым беседовал мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Волчек. Это архивная запись 2019 года. Сегодня Эрику Булатову исполнилось 90 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова